Здравствуйте! Меня зовут Ольга Шишкоедова, я ткачиха. Самые первые ткацкие станки представляли собой просто деревянную рамочку. Она была большого размера, но современные аналоги этих рамочек вот такие. То есть здесь просто натянутые вертикальные нити основы, и нам нужно или иголочкой, или челночком ковырять каждую ниточку, выбирать сначала четные ниточки, прокидывать уточную ниточку горизонтальную, а потом следующий ряд выбирать нечетные ниточки. Каждая деталь ткацкого станка как-то называется. Вот это вот, например, на билке, потому что ими подбивают полотно. Вот здесь вот ставлено бёрдышко. Оно нужно для того, чтобы распределить нитки равномерно, и чтобы подбить полотно ровно. Бёрдышко раньше вязали вручную, и это ремесло, вязание бёрд, практически утрачено. Потому что, видите, здесь каждую чизменку, вот эта вот штучечка называется чизменка, вот, каждую нужно было выточить, выучить и связать верёвочкой, привязать здесь. Сейчас бёрды более современные, они в основном металлические. Здесь между чизменками есть расстояние, оно называется зуб. И мастерицы смотрят, сколько зубьев на один сантиметр, или, допустим, на 10 сантиметров. Чем меньше это число, чем реже бердо, ну, тем более толстые нитки, например, можно вставить. Мастерицам на первых этапах лучше брать ниточки для заправки станка более прочные. Вот у меня вот в руке бобина красивых ниток, но они прямо вот, знаете, вот в руках рассыпаются. То есть такие нитки для заправки станка не подойдут. Лучше взять что-нибудь понадёжнее. Вот это вот, например, лён. Это российского происхождения лён. В принципе, он достаточно прочный, из него можно сделать какую-нибудь копию этнографического изделия. Вот это вот компактный настольный ткацкий станок, но он вполне себе подходит для ткачества и каких-то небольших вставок на рубахи, на современные пальто, или, допустим, для шарфика. Сейчас ткацкий станок заправлен на шарфик. Мы прокидываем здесь челнок и бёрдышком подбиваем. Затем опять вверх и опять подбиваем. Особенность этого станка в том, что здесь не две ремиски, а целых восемь, и в них уже закодирован узор. И можно таким образом делать полотна разнофактурные и сразу задавать рисунок. Например, здесь задано, что можно ткать либо ромбики, либо ёлочки. Сейчас здесь начат от качества половика. У меня в основе хлопковая пряжа. В утке горизонтальная ниточка. Это хлопковая тканевая лента. И моя задача прокладывать челнок с этой лентой и хорошо подбивать. Я хочу, чтобы как можно больше людей, если не ткани всю жизнь, то хотя бы прикоснулись бы к ткачеству. Поэтому мы придумали вот такие вот коробочки, рамочки. Тут вот крышечка, это и есть маленький ткацкий станок. Здесь можно хранить готовые изделия или не готовые. Принцип тот же самый. Мы берем какие-нибудь достаточно толстенькие, интересные ниточки и начинаем ткать. Подбивать можно пальцами или вилкой. И таким образом, здесь ниточек мало, ткать быстро. Можно заткать, например, браслетик или кулон или брелочек. Что-нибудь миниатюрное.